И начнем выпуск с, пожалуй, главной интриги этих выходных. Сдует ли Одессу ветром и смоет ли ее дождем? Еще накануне синоптики привнозировали ненастную погоду в субботу и ближе к воскресенью вообще едва ли не погодный апокалипсис. 7 октября весь день в целом было пасмурно, но к вечеру легкий осенний дождик набрал обороты и превратился в настоящий ливень. В полную силу циклон ощутится в ночь субботы на воскресенье и, собственно, в само воскресенье до обеда, говорят синоптики, Наша Анастасия Левкович сейчас находится в одном из самых уязвимых районов города на Пересыпи. У нее узнаем, какая сейчас ситуация там, где обычно затапливает после дождей. Настя, ты на прямой связи расскажи нам, что ждать одесситам в ближайшие сутки-полтора и что пообещали сделать коммунальщики и спасатели в случае, если все-таки погода наберет силу. Да, Григорий, мы сейчас находимся на Пересыпи. Здесь только начинается дождь, который вполне возможно скоро перерастет в настоящий ливень. Как известно, всем одесситам именно этот район прежде всего затапливается при непогоде. Прогнозируемая еще на утро бури немножко задержалась и ее сроки перенесли на ночь 7 октября. Уже готовы все подразделения ГСЧС областного управления. По заверениям управляющего этого подразделения уже готовы 81 единица техники и 300 человек личного состава. Подготовились к непогоде и в мэрии. Там помимо телефонов и экстренных служб подготовили и все профильные подразделения муниципалитета. Что же касается самой непогоды, по прогнозам синоптиков, завтра будет весь день лить дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также последующие несколько дней будет ливень. Через два дня действительно стоит ожидать снижение температуры до 15-14 градусов днем и до 4 градусов ночью. Вот такие новости о непогоде в Одессе сейчас. Спасибо, с нами на прямой связи был Анастасий Левкович. В свою очередь сотрудники полиции предостерегают водителей не пользоваться частным транспортом во избежание падения деревьев. В целом непогода, напомню, пик непогоды придется на воскресенье и в ночь субботы на воскресенье, так что будьте осторожны.